Друзья, у Бога есть ответ для каждого из вас своим Иисусом Хеста. Да, там говорилось о зубах. Я однажды, когда-то давно был на собраниях Карлоса Анаконси, он был в Питере очень давно. И он молился, и у людей он молился за зубы. Он помазал Илеем, молился. И на следующий день у многих за ночь появились новые зубы. У многих были запломбированы. Я помню, я приехал сейчас в церковь, проповедовал. И также у нас чудо, у нас есть некоторые уже женщины пожилого возраста, они свидетельствовали, Бог просто поменял тоже. За одну ночь поменял, и у них были хорошие зубы. То есть Богу все, 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 все реально. И самое характерное, что Библия говорит, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. То есть, когда Иисус приходит, когда ты принимаешь Его Слово, а как ты Его принимаешь, Иисуса? Мы говорим слова. И в этих словах мы говорим о Иисусе, о Его сущности. И с этими словами Он приходит в вашу комнату. И это уже через слова приходит присутствие, Его присутствие. И закон Духа жизни, то есть, в самом Иисусе, когда ты принимаешь Его, в Нем вся система, она должна выталкивать, когда Он дотрагивается, всю систему греха и смерти. То есть, всякую болезнь и все остальное. Если мы принимаем, то мы уже сказали, да будет мне по слову Твоему. Когда мы принимаем, мы получаем чудеса. И бывает, что даже когда ты при каких-то моментах, даже ты не веришь до конца, но когда ты слушаешь, когда ты внимательно слушаешь, это слово, оно просто проникает, оно делает свое дело. Поэтому я просто хочу сказать, сколько бы у вас ни было, какая бы ни была болезнь, или какая бы ни была проблема. Мне нравится, когда люди пишут свои проблемы. Они говорят, просто нет финансов. А куда еще обращаться? А Библия говорит, что когда мы приходим к Богу, мы можем по всем вопросам обращаться. Другой раз некоторые люди или пастори, они говорят, ну как у нас у самих нет денег или это, чтобы брать и раздавать. Но у Бога, аллилуйя, достаточно финансов. И через Духа Святого он просто делает чудеса. И он в том числе может делать умножение денег, он может сверхъестественно прислать ангелов, которые делают какие-то вещи для того, чтобы финансы пришли. Там есть многие смелые выражения. Они говорят, помолитесь за дом, чтобы получить долг. И я говорю, я верю, что Бог может сделать. Почему? Потому что если ты веришь, Библия говорит, все возможно тому, кто верит. Если ты веришь, и мы верим здесь. Аллилуйя. Да будет по твоей вере. И пойми, это очень хорошо, что ты обращаешься. Я верю, что у тебя есть вера. Когда ты обращаешься в этот канал, и мы приходим и проповедуем, когда я смотрю вот эти все нужды, и все, я верю, что ты веришь. И это дает мне возможность так же говорить и провозглашать. И когда мы говорим и провозглашаем, то Дух Святой, Он действует. Уже сейчас, когда я говорю, я могу чувствовать Его хорошее присутствие здесь. Тем более, слово есть. Устроите хорошие дома и будете жить в них. Слава Богу. Я хочу местописание прочитать в этом отношении. Это первое послание Петра, первая глава, 22-23 стих. Сказано, послушанием истине через Духа. Смотрите, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Друзья, Слово Божье, это не просто информация, это не просто буквы, это не просто сотрясение воздуха. Слово Божье, оно является контейнером жизни. Когда мы провозглашаем это Слово, сама сущность Бога, потому что пастор Руслан уже говорил, что Слово стало плотью. И Слово было Бог, и оно стало плотью. Поэтому, когда мы провозглашаем Слово Божье, и вы верите в это Слово Божье, тогда это как семя божественной природы проникает в ваш дух. Помните, как Мария, она сказала, Господь, а как это возможно? Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего тебя осенит. Это имеет от наших усилий. Друзья, но когда мы принимаем и говорим, да будет мне по Слову Твоему, как уже мы говорили об этом, в этот момент что-то происходит, в этот момент Слово входит, и оно производит свою божественную работу в отношении спасения, исцеления и обеспечения, что бы то ни было, потому что Слово Божье, это божественная семья, которая производит божественный результат. И оно было послано на землю, Исаия 55, 11, так и Слово Мое, которое исходит от уст моих, оно не возвращается ко мне четным, то есть пустым, оно обязательно, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. И смотри, когда оно совершает? Оно совершает тогда, когда мы его принимаем. Мы его принимаем, мы его берем, и после этого, когда мы его приняли, мы говорим, оно совершает работу, и возвращается к Богу, уже произведшим работу. Аминь. Бог послал его в один конец, Слово с билетом в один конец. Но этот билет, это когда мы берем этот счастливый билет, это наше спасение. Когда мы берем наше исцеление, это тот счастливый билет, потому что он говорит, ранами его мы исцелились. Он платил цену за это, и теперь, если я верю, это мой билет, который я выигрываю, я просто его вырываю. Мелис, Бенни. Да, я тоже хочу сказать слово, то, что Иисус, Он и есть Слово. И Он, это Слово, оно искало веру, всегда, чтобы сделать чудо. И мы сегодня говорим Слово, и мы ищем твою веру, чтобы ты своей верой соединился с этим Словом. Тогда происходит чудо. Да, аминь. Поэтому мы посылаем Слово сейчас. И также, Папа задел тему о том, что это хорошо, то, что вы просите. Потому что написано, не получаете, потому что не просите. Но так как вы попросили, значит, у вас есть вера. А если у вас есть вера, мы можем дать вам Слово, чтобы чудо произошло. Аминь. Аминь, да. Благодарим тебя то, что все эти нужды, которые сегодня люди присылают нам, они будут восполнены, Господь, по твоему богатству, славе, силу Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа мы освобождаем силу, Господь. То, что то Слово, которое мы сегодня здесь посылаем, оно не вернется к нам тщетным. Мы исполним то, для чего мы его посылаем. Во имя Иисуса Христа, Господь. И провозглашаем исцеление, так как ты исцелил меня, мою печень, так как ты исцелил меня, когда у меня укусил энцефалидный клещ, Господь. Так как ты избавил нас от долгов. Мы молимся, чтобы также каждого зрителя, во имя Иисуса Христа, чтобы каждый зритель был исцелен. Да, во имя Иисуса. Мы соединяемся сейчас вместе с твоей верой. Во имя Иисуса будь исцелен. Во имя Иисуса будь восстановлен, восставлен новые зубы, новый дом. Аминь. Аминь. Как же за то, что было написано, будет исполнено. Во имя Иисуса, знаете, в нашей части говорить Слово и верить, Его часть производить чудеса. Аминь. Мы не знаем, как, но это происходит. Аминь. Мы просто говорим, мы просто верим, провозглашаем и принимаем. Так что принимай сейчас свое здоровье, принимай сейчас свое исцеление, принимай свой дом, пританцовывай, потому что Бог уже дал его тебе сейчас. Аминь. Начинай говорить, это мое, я это принимаю сейчас. Аминь. И тогда ты получаешь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Да, Господи. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБМ. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Участвуй в благотворительных программах ТБМ.